Открывает галоконцерт военный оркестр 16-й бригады специального назначения. Несколько произведений они исполняют прямо на улице перед Уваровским домом культуры. Всероссийский благотворительный концерт проводится здесь не впервые. Начали эту добрую традицию в прошлом году. Посмотреть на исполнение творческих коллективов и солистов Краснодара, Севастополя, Москвы и Уварова пришли не только семьи участников специальной военной операции, но и просто неравнодушные жители. Все собранные средства с продажи билетов будут направлены на приобретение гуманитарной помощи. Отмечу, что только за прошлый год проект собрал более 5,5 миллионов рублей. Самое главное, что этот концерт пронизан линией патриотизма, соучастия, воспоминаний и созидания. Вот это на сегодняшний день важно. Поэтому палитра очень широка, но самое главное, что в концерте принимают участие как и юные артисты, так и артисты, уже умудренные сценическим опытом, которые проживают здесь, в городе Уварово. Это самое значимое для нас. Мы очень надеемся, что зрительный зал, несмотря на погодные условия, очень горячие, горячо встретит и тех, кто будет выходить на эту сцену. Среди выступающих не только музыканты из разных городов России, но и солисты театра балета имени Григоровича. Семейная пара Алексея и Елены Шлыковых этот номер поставила сама. Специально для этого благотворительного проекта. Каждый воспринимает хореографию так, как он чувствует внутри себя, в своей душе. Для нас это отношения между мужчиной и женщиной, встречи, может быть, какие-то разлуки. Ну и вот то, что вся наша жизнь, она на любви создается, проживается. Вот любовь к женщине, так же, как и любовь к своей стране. Для Дмитрия Докалова это уже не первый концерт в проекте, да и далеко не последний. Вместе с другими творческими коллективами он посетит ещё не один город. Молодой человек вырос в многодетной семье, где для всех детей было обязательным получение музыкального образования. С виолончелью он познакомился в четыре года и за много лет так и не смог с ней расстаться. Сегодня я буду исполнять сольно под фортепиано Элегио Габриэля Форре, это французский композитор. Это произведение очень близко, мне кажется, выбрать на своё усмотрение произведение. Там есть и грусть, и печаль, и радость, и полная апатия, то есть огромный спектр эмоций. Для того, чтобы сотрудничать и дальше, между генеральным директором Культурного фонда Отечественного искусства и главой города Уварова было подписано соглашение о проведении совместных больших проектов. Почему выбраны малые населённые пункты нашей страны? Потому что сюда не всегда доходит профессиональное искусство, это крайне важно. Вот даже центр Тамбовской области, Тамбов, есть драматический театр, есть оперные певцы, которые имеют возможность преподносить высокое искусство жителям региона. Сюда не всегда такие мастера доезжают. Следующими регионами, где пройдут благотворительные концерты, будут Ростовская область, Ставропольский край и Чеченская республика. Полина Матовникова, Илья Тырса, Ольга Кириллова. Область новостей.